сейчас я попробую объяснить в чем минусы этого пресса пресс довольно таки старый в какого года он произведен сложно определить вот здесь вот я так понимаю что это заводской номер когда был начал работать завод можно определить возраст этого пресса но это где-то 85 84 год это точно можно определить по покрышке там указано как она изготавливалась короче наши пресса наши российские столько не ходят почему потому что пресс полностью изготовлен из оцинкованной стали высокого качества наши в это время уже давно бы сгнили от них ничего бы не осталось это же до сих пор ходит и будет ходить и ходят они на самом деле в европе гораздо меньше чем чем наша наша техника эксплуатируется гораздо больше и более суровых и сложных условиях так начну с минусов буду насчет классифицировать их один из минусов какой это подборщик вот он подборщик не повторяет рельеф местности иначе значит если он должен идти относительно поверхности сантиметров 5 от грунта для того чтобы не ломать иглы и вы успевали подбирать массу волковую то рельеф местности тут очень тяжело повторяется на некоторых на более совершенных моделях вот здесь вот уже предусмотрен ограничительное колесо и тогда подборщик лучше повторяет рельеф местности на российских тоже есть ограничительные колесики на свежих префах там 2 пр значит колесика и вот этот часть она постоянно двигается и повторяет рельеф местности тут такого нет отойду и покажу почему не повторять рельеф местности передние колеса наезжают на препятствия кочку или еще чем возвышение а сзади сцепка на которой зацеплен пресс опускается и опускается подборщик когда едешь в тракторе нужно постоянно контролировать значит на каком уровне находится подборщик от земли потому что касаться земли категорически нельзя выходит из строя тыгу обламывается и может могут выйти из строя вот такие вот наклонные плоскости здесь нам а на этом прессе значит стоит гидроцилиндр который я соединен с кабиной я еду постоянно к значит контролирую как находится в каком положении находится подбирающий агрегат и либо его поднимаю либо опускаю ну довольно таки тяжело и сложно тяжело физически нужно контролировать плотность набираемой камеры через манометр и одновременно смотреть за подборщиком . как начинает лететь пыль и грязь снизу то нужно сразу поднимать подборщик вверх вверх большой вес агрегата что такое большой вес агрегата сам пресс очень тяжелый это значит здесь написано его масса тонна 800 но в реале гораздо больше потому что значит вот здесь находится в этом ящике в этом ящике находится мотки с нитками обязательно значит другие какие-либо запчасти домкрат но очень нагружено все полностью и вес его пустой превышает две тонны а если еще будет там сена она набирается 2,5 тонны это точно то когда начинаешь его домкратить домкратить нужно чтобы поддомкратить нужно подкладывать досточку это тяжело трудоемко грунт мягкий в поле ну сложно ну решаем так дальше большой расход нитки в наших лесах завязывается рулон очень слабо плохо там значит принцип завязки механический значит в его работу ты вмешиваться не можешь а здесь с помощью нажатия кнопки можно контролировать качество завязки и плюс еще прибавляешь либо уменьшаешь значит скорость которая вращается вот эта вот игла если быстрее будет качество завязки хуже если будет медленно игла опускается качество завязки будет лучше расход нитки большой в общем у меня отрегулировано так что на 50 рулонов уходят два матка ниток вообще ну это вот для меня это дневная норма есть которые значит и по 70 рулонов сутки накручивает но я сколько бы не пытался сколько не сделал 52 53 55 максим больше не накручиваю потому что уезжаешь в поле часов десять когда приедешь до 11 смотришь высохла значит масса или нет потом начинает передо мной ходить трактор который ворошит и одновременно скручивает волок сена и только потом уже минут через десять начинаешь за ним идти ну я ездил быстро значит трактор буквально передо мной в двух-трех метрах ходит так вес рулона одно это будет и минус и одновременно плюс вес рулона можно регулировать если с помощью манометра для кого-то можно накручивать вес поменьше буквально начинает до желтого до желтого доходить манометр все это будет в пределах 300 килограммов если для себя манометр значит доходит до красного это вот где-то будет 500 килограммов больше на красном можно конечно еще повращать пресс значит можно не открывать его просто остановиться камень значит в камере масса сожмется гораздо сильнее и можно таким образом догнать массу рулона до 600 и даже 700 килограммов но потом кантовать этот рулон очень и очень сложно одному вот пока он вывалился только из камеры можно перекатить а когда он полежит 3-5 дней рулон все равно оседает и один его уже не перекатишь тяжело но зато не воруют дороговизны расходников что является основными основными расходниками вот я тебе покажу это иглы вот они ломаются на раз вот они новые цена их порядка 300-350 рублей у нас продажи их нет нужно заказывать заранее за благовременно через интернет и чтобы они у тебя были в запасе они всегда лежат вот в этой коробке потом значит в случае если ты наехал на кочку или значит попалось что-нибудь такое инородное тело ломается вот эти вот наклонные плоскостя или просто даже они изнашиваются вот они изношены вот видишь износ происходит потому что агрегат не новый он касается и происходит износ вот этих плоскостей вот они родные стоят варить их бесполезно они из такой амортизационной стали сделаны и тонкие одновременно и оцинкованные сейчас вот они вот они новые у меня куплены лежат вот такая вот плоскость она значит стоит 1100 покупал я и другие дорогие заводы изготовитель желтые вот не желтые вот такие ярко зеленые это и вот эти стоили где-то 900 рублей но они тоже долго не ходят вот такие вот более темные они получше они не гнутся и более твердые и не страшно что если наскочишь на какую-нибудь кочку ну кочка не так страшно опасен пенек либо значит вот у меня попадалось инородное тело это значит металлическая скрутка от столбов электрики поменяли значит столбы а скрутки оставили и потом значит трактором когда пахали эту скрутку вытащили на поле я ее зацепил ну тут сработала автоматика значит я остановился в свое время так дальше значит у меня было такое что выходил из строя колесо агрегат большой тяжелый значит покрышки не рассчитаны для езды значит по нашим сибирским дорогам кочки значит тряска большая вибрация у нас в деревне еще есть один такой пресс у него вообще отламывала вот эту вот ось значит на которой держится колесо вместе с подшипником там в общем была такая проблема что ему пришлось от нашего российского пресса искать ступицу и приварить к этому прессу и получался пресс скатил немножко на бок потому что у наших российских стандарт совсем другой колеса которые мне привезли на этом прессе были они буквально за один год пришли в негодность вот пришла негодность значит они бескамерные сделаны с непонятной резиной но не для наших не для не для России не для Сибири потрескались быстро значит за зиму ну они старые видно видно что они родные пришлось покупать другое так большой значит расход киловатт в общем Т-40 этот пресс не потянет даже пытаться не стоит МТЗ-50 потянет но будет скручивать очень плохо и слабо тюки тюки сами будут неплотные будут проливаться таскал я их за этот пресс вот за этим вот трактором вот видно УТЗ-60 но тут проблема что трактор низкий волок закручивается западает много двигателю конечно крутить его хватает тут стоит двигатель 2248 МТЗовский но все равно слабовато нужно чтобы обращать этот пресс не только сам уехать трактор но еще двигаться это нужно чтобы двигатель был не меньше 65 лошадиных сил вот значит ЮМЗ он же наш омский ЗТМ этого хватает чтобы вращать пресс медленно вяжет старая модель 66 вяжет быстрее там стоит две нитки еще будешь покупать пресс ты должен осознавать и понимать что ты покупаешь б.у.шную иномарку и значит неизвестно что тебе привезут конечно в идеале нужно ездить ехать самому выбирать что тебе будут предлагать все там есть механик инженеры которые всю эту технику подготавливают но тем не менее то что купишь это купишь кота в мешке неизвестно будет у тебя ходить или нет у меня значит пресс пришел видно что ходил мало но был косяк вот он я тебе объясню вот полусфера открывается и она держится вот на таком вот я показал сверху констейн вот я тот кронштейн который показал я его усиливал а с другой стороны кронштейн его не видно вот его не видно там кронштейн находится под шестеренки он вообще был сломан и получалось так что камеры полусферы у пресса не закрывались полностью но когда начали работать мы это увидели фирма извинилась прислала мне новый кронштейн я заменил его и работал без проблем в общем какой-то косячок все равно должен быть просто ты его не увидишь а потом в процессе работы он вылезет это вот такой такой был недостаток в наших российских этих недостатках будет влазить через каждую неделю пока хватит пока хватит до сих пор до сих пор за сих пор до сих пор